Ремонт на московском шоссе областной Минтранс ведет с начала марта. По плану после ремонтных работ на одной из главных магистралей города появится три подземных перехода. Работа на двух уже ведутся. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил профильному департаменту и административно-технической инспекции тщательно следить за соблюдением норм благоустройства. Тяжелые грузовики ежедневно вывозят большое количество грунта. Грязь остается на дорогах. Выйти тогда надо у нас у подрядчика и предупредить о том, что будем наказывать, если грязь будут вывозить с газонов. И там автобусная остановка по правой стороне, там что-то вообще невероятное. То ли отсыпали крошкой асфальт, то ли это грязь какая-то тающаяся. Значит тоже надо посмотреть по линии ГАТИ и по вашей линии, чтобы там порядок все-таки навели. Сейчас движение на Московском шоссе ограничено по четырем полосам. Для движения транспорта остаются три полосы. Они разделены на два потока. Из-за ремонта дороги возросла нагрузка на ближайшие улицы. Скоро плотность движения станет еще больше. Как только потеплеет, начнутся работы по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. В этом же году предполагается приступить к началу работ по строительству двух уровней транспортных развязок. Эти развязки будут строиться на пересечении Московского шоссе Кирова и Московское шоссе Ракитовское шоссе. Соответственно, строительство этих развязок также будет предполагать частичное ограничение движения транспорта по Московскому шоссе. Чтобы водителям было проще выстраивать маршрут объезда перекрытых участков, в городской департамент благоустройства и экологии совместно с госавтоинспекцией разработали комплексную схему производства работ улично-дорожной сети. На ней будут отмечены все места, где идет ремонт. Схема появится в сети интернет в ближайшие дни. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Павел Пресняков. События.